Осталось 10 секунд. Игру помогли вытащить игру против Liquid. Игру проиграли все равно, но тем не менее. Я на сам фан смотрелся знатно. Ну, как бы его вины там, на самом деле, я особо не заметил в последних каких-то драках. А решающие катки он все потащил. Решающие тимфайты. Пока что очень мне нравится пика Imperial. Вот этот вот дуэт Шторм Спирита и Дроу Рейнджер. Мы уже отмечали, насколько Шторм Спирит может быть неплох в связке с Дровкой. Ну и остается им какой-то последний пик. На самом деле, даже не знаю, что здесь будет. Нужен офлайнер. Воид. Воид. Забрали вайда. И, кстати говоря, выглядит вполне неплохо пока что этот воид. Есть кому настреливать в купол. Кого он здесь, правда, дизейблить будет, не совсем понятно. Такие герои у Alliance. Ну, у Imperial проблемы с Magic Damage некоторые. Одна физа, а у Альянсов одна магия. Ну, у Шторма есть. Интересно. Но имеются в виду в купол. В купол он вряд ли даст какой-то свой рассказ, поставит свои эти ремнанты. Действительно. Разве что на всю ману залетит. Это совсем уже такой all-in. Ну и последний пик от Альянсов. Ну и пока мне пик Imperial, если честно, больше нравится. Конечно, в айде я не особо уверен, кого он там будет дизейблить. А что нужно Альянсам? Альянсам нужно взять какого-то хорошего кэрри. В легкую линию кого-то. Кто будет справляться с Draw Ranger? Фантомка в бане. Вот Фантомка зашла бы идеально, я думаю, но... Она в бане. Это было. Какого-то милишника брать не очень хочется. И это Kotel Naga. Можете смело идти в магазин, если вы хотели. Или готовить себе еду какую-то на предстоящие квалификации, если вы сидите дома и смотрите их. Потому что эта игра, скорее всего, затянется на очень-очень долгое. Приходите через полчасика, и мы начнем вам представлять игроков, которые начнут между собой драться. На самом деле, конечно, тяжело сказать, как здесь повернется игра. Так как все-таки Draw Ranger — это герой, который любит попушить, но с Naga будет крайне неприятно. Но с другой стороны, она купит себе Аганим, купит какой-то там Мелшторм. И будет спокойно убивать эти иллюзии. Шторм также неплохо с ними справляется. Войд там какие-то айтемы себе купит. Это тот самый случай, когда Аганим и Мьёльнер должны быть собраны на этой Draw Ranger. Ну, это, конечно, само собой. Да, они и так всегда покупают на самом-то деле. Ну, не всегда, но многие действительно покупают эти два артефакта. Ну что ж, давай представим игроков. Посмотрим, как у нас тут чувствует себя Alliance. Alliance будет играть за тьму. Ханскин на Рубике, Ханскин на Рубике, EGM на Котле, Лимп на Тимберсо, Лода на Наги Сирени и Йонусом Фан на Сенкинге. Как ты любишь меня подсовывать постоянно этого молодого человека на Вайде с великолепным ником. Давай я начну. Хэста Джо Роттон играет на Вайде, а Чейз у нас на Траксе, Бэйбик Найт на Комна Шторме, наверное, будет. Джо, как вы уже вчера договаривались с великолепным ником. Джо на Вайде, Райс на Ракли и Ноя на Гермаге. Ты можешь называть его просто Void. Я обычно так и делаю, когда мне тяжело с никнеймами. Джо нормальный ник. Вот это устраивает меня. Ему надо укоротить его слишком длинный. Слишком длинный никнейм. Так, одну секундочку. Все. Небольшие фишки. Секреты. Так, а что там написали? Написали, что... Понятно. Туалет. У игроков практически нет времени ходить в туалет, я заметил, потому что постоянно ставится у нас пауза. Можно, кстати, сделать предсказание. Они все равно вылезают раз за разом, поэтому почему бы и нет. Я ставлю на империал. Кто первый убьет Рошана? А, первый Рошана? Империал, конечно. Но тут альянсы вообще его никак не убивают. Они ни одного, наверное, не убьют. Плеер с наименьшим количеством смертей. Шторм. Абсервер Вардли на 15-й минуте. Кто больше всего поставит? Какой игрок? ЕГМ. ЕГМ на котле. И самое большое творчество 25 минут. До 25 минут. Мне кажется, это будет Тракса. Все. Посмотрим. Прогноз Нексуса. Компендиум мой. Абузишь? Ну, посмотрим. Я пока не знаю. Ты еще не отличался крутыми прогнозами. Я их, в принципе, не делал никогда. Заходят тут у нас альянсы к нижней руне. У нас в ОХГ. Стоят, может, ждут кого-то. Возможно, будет какая-то попытка выхода. В пятером прям пришли даже лоды с ними. Да, хотят забрать баунти. Давно не помню, чтобы игра с Нагой заканчивалась быстро, чтобы ей совсем не давали вынести каких-то шмоток. Чтобы ее прям плотно так прижимали. Хотя в свое время были такие матчи, когда одна из команд чувствовала себя очень уверенно и шла в пуш. У нас какой-то интересный закуп у лоды. Меня он немного смущает от Пурман Шилл, как будто он в мид идет. Немаловероятно. Ведь все-таки лучше взять хил на легкую линию, а щиток уже потом апнуть в боковом магазине. Хил-то ты там не купишь. Очень похоже. Посмотри на закуп при этом лимпа. Нет, лимпу оставляют баунти руну. Он с топориком и щитком начнет на центральной линии. На нижней линии. Сен Кинг своровал баунти руну. Это отличная игра от Юносом Фана. Поговаривают, что иногда даже выгоднее своровать баунти руну. И немножечко рискнуть. Ну и как мы видим, сейчас это полностью оправданно. Мне интересно, почему Войт сразу пошел в леса или почему он так бегает? Он не пошел в лес. Он что-то забыл вообще снизу. Пошел на мид. А мид занят. Что ж такое, нигде не дадут покачаться. Вчера Бэби Найт играл очень плохо. У него были несколько попыток сыграть ноудэ, на которых он... Несколько попыток сыграть хорошо, но он их не воспользовался ими. Не уверен, что это были попытки сыграть хорошо, судя по тому, как они выходили. Но действительно, он ими не воспользовался. Очень хочется посмотреть, как он сыграет на Шторме. Ну, вот потому что на этой линии все-таки Шторм должен нормально хотя бы по крипам себя чувствовать. Все-таки это не силовик. У него есть ремнанты, которые больно бьют Тимберсу. Тимберсу тоже не самый сладкий подарочек, но тем не менее. На нижней линии у нас Дабла, Коттл, плюс Сенкинг против Дроу Рейнджера и Огра. Тут, мне кажется, стоит больше делать упора на Шторма. И было бы неплохо какому-то Раку или Огру бегать и стакать Лиса по максимуму. Потому что чем быстрее он купит рчит, тем он больше будет бегать и убивать людей. Шторм — это одно из лучших наказаний против всяких таких героев, которые любят фармить как-то, типа Наги, против какого-то подсейва. Ну, подсейва здесь нету, но он сможет залетать достаточно далеко и цеплять Нагу. Ну, он и саппортов поможет постоянно залетать, убивать там, цеплять особо нечем. По дизейблам такое себе у Альянсов. Да, только станчик Сенкинга и... Ага, у нас СК тем временем на топ перетянулся. Здесь против хеста Джо Роттена, любимца Нексуса. Ну, вообще, у Вайда тут не все так плохо будет, наверное. Все-таки прыжок есть. Что-то Сенкинг лопает мешки с мясом. Хорошо, хоть он своих не лопает. Только врагов. Да, ну, очень неприятная пассивка. Она вот первого уровня, но уже неприятная. Он получит второй левел этой пассивки. Сейчас, может быть, даже вкачает ее в приоритет. Потому что супер неприятная, конечно. Все. Подцепили ЕГМа. Да, и могут... Нет, вроде он уходит. Нормально все подняли. Подняли еще Огра. Заряжает ему ЕГМ. И ФБ для ЕГМа. Как-то загуляли немного. Тут империалы. А Ферст Блат, посмотри, как Бобби Найт как разминает лемпа. У него уже 10 стаков там накопилось. Не особо теперь будет больно. Ну, кажется, ты был прав вчера, когда сказал, что просто очень неудачные линии брали для Бобби Найта. Потому что здесь пока что он выглядит неплохо. Уже лучше, чем вчера. Уже лучше. Санкинг, есть танчик. Копает. Сам последний момент. Вот так. Неуверенно как-то копал. Боялся, что не хватит, может быть, ему радиуса. Непонятно, чего ждал. Просто КП лишний потерял. И стягивается, вводит у нас на нижнюю линию. Постоянные какие-то свапы происходят у нас. Да, что-то здесь происходит. Если честно, удивлен то, что Лода пошел в сложную линию на этой Наге фармить. Интересное какое-то решение. Загнобить Траксу, может, хотели. Линия достаточно неплохая. Коттл наливает постоянно маны. Нага достаточно прочный герой. Много армора. А убивать ее здесь и прогонять как-то тяжеловато. Вот, посмотрю, он заходит. Здесь правда пытаются убить котла. Вот тут ЕГМ, скорее всего, пострадает. Да, минус ЕГМ. Может быть, Лоду убить не так просто. А вот ЕГМа убить гораздо проще. На центральной линии выход. Тимберсо поехал, но не докатился до Боббинаида. Боббинаида ставит ремонт. Он умрет. Да. Загончен. Хорошее подключение от Ханскина. Очень вовремя подошел сюда. 2-1 в пользу Илайнс. Неплохая пока что игра у нас. Такая активная, бодренькая. Наверное, стоило дать инфу про этого Ханскина. Потому что снизу его давно не было видно. Куда он мог деться. Непонятно. Но как-то империалы не очень себя ощущают. Опять свап произошел там. Да, в очередной раз Дроу Рейнджер перетягивается к Сэн Кингу. Сэн Кинг уже готов брать телепорт. Здесь 4 игрока. Йонасом Фэн не знает, куда ему бежать. Получает стан, получает игнает, получает первые Оракла. Траксе бы отдали килл. Да, вот это великолепно. Да, дают. И киллы ей очень нужны в такой ситуации. Войт вообще не понимает. Его постоянно прогоняют отовсюду. Да, причем сейчас у него даже... Еще и танго своровали. Говорит, отдай. Ну да, ему не вариант куда-то лететь. Ему проще дойти до фонтана и уже на верхней линии начинает развлекаться. Но и тем временем получает экспириенс. Тут очень интересная игра по перемещениям, этим постоянным свапам. А мне нравятся всегда такие игры. Я помню, в Китае была одна игра года три назад, где Бёрнинг и Сайлар играли на Антимаге и Медведе, соответственно. Сайлар 19 минут бегал за Бёрнингом. После чего, в принципе, игра и закончилась, потому что Антимаг не вынес ничего в той игре. Сайлар на Медведе его покарал. Кстати, Медведя достаточно давно не видно. Некогда очень популярный персонаж. Ну да, давненько не видели, но и Фуриона так же не видели. И Фуриона. Может, Бульдог, потому что где-то прохлаждается. Да, Бульдог. Прибают на Лоду, но вряд ли пробьют под бурманшилдом. Очень плотная сирена, 8 единиц армора. Задувает Коттл, со спины выходит на Огра. Огра сейчас будут поднимать. Нет, не поднимают Огра. Слишком хорошо он себя чувствует. Вот как-то он тут загулял. Тут ТП делает шторм на Лоду. Лоде нельзя умирать ни в коем случае. Пьёт Фласку и выживает. Сбивают Фласку и Лода. Ашкин взлетел. Лода уходит. Да, Лода очень сильно рисковала. Тем не менее, Боби Найт не удается сделать фраг. Здесь Ханскин пытается до конца преследовать. Тут ещё и Лим. О, Лим с Аркан Руной. Не активирует её. Вот сейчас активирует. Кулдауны все понижены. Он очень как-то сомнительно сыграл в этом моменте, если честно. Пришёл на топ. Никого не убил. Но я думаю, он сейчас очень зол с этой всей ситуацией. Я беру свои слова обратно. Не в героях было дело. Дело в Боби Найте? Ну, очевидно, что после вот этой игры, где у него было хорошее начало, но всё равно он закидывает. Дальше у нас выход. Вот. Уже потратил прыжок. 8 секунд кулдаун. Стан получает Тимберсо. Не может догнать. Уходит Войт. Тимберу здесь тяжело. Нету ёлок вот в этой части. Ему как-то некуда цепляться. Так себе нападение было, конечно, под вышкой. И просто все уходят Альянса. Ну и в целом, прошло у нас 7 минут игры. Вот кто сейчас имеет, на твой взгляд, преимущество? Команда Alliance, у которой, ну, в целом, по фрагам она ведёт. И вроде как свапы линиями они чуть подвыиграли. Или же команда Imperial, у которой фармит Дроу Рейнджер. Очень-очень неплохо. И мы видим, что уже имеет 51 крипа. Ну, у Траксы всё хорошо. Она, конечно, фармит. Но стоит учесть, что Imperial Baby Knight на шторме. Это, да. Это их главный минус. Вот бишут у нас даже самый А. Давай, мы всё-таки должны быть объективны. Не Baby Knight на шторме, а, в принципе, Baby Knight. В принципе, Baby Knight. В принципе, Baby Knight. Три игры, которые мы видели, он сыграл из рук вон. Но я говорю, тут нужно делать... Ага, тут выход на эйса, и это конечное для него. А, тут вряд ли он куда-то сможет уйти. Есть, конечно, ДП. ТП-шечка. Там Рубик ещё одна. Ещё и Тимбер пришёл. Но, походу, сейчас на форсом он подрёжет. Как я говорил, тут нужно делать упор на шторма, чтобы как можно быстрее он купил себе вынес айтемы. А в итоге шторм бегает и фидит. 0-2 имеет. Упор сделали явно не на шторма. 2-200 на тварса. Очень мало. Ну, на топе лода подфармливает. Всё равно у Дроу Рейнджера, конечно, хороший нетворс. И пока что он держится в топе. Но это её немного отпустили. Они бегали там в миде, на топе, ещё где-то. Если сейчас посильнее подсядут на нижнюю линию, то у Тракса и тут будет не так сюрадужно. Её-то саппорты кинули. Выкладывай, транквил, ботинки. Её на сам фан, чтобы... ...интереть возможность подрегениться. А тем временем Нага. Дроу Рейнджер сама приходит к Наге, понимая, что... Отличный килл. Вот это хорошая игра. Хэстоджо Роттон, Эйс. Эйс, мы его так критиковали на Кентавре, но он как-то с каждой игрой вот как раз смотрится получше. Даже на следующем своём Кентавре он уже смотрелся как-то поактивнее. И сейчас на Дроу Рейнджер. После того, как умирает, достаточно классический мув. После смерти прийти на другую линию и забрать. Причём забрать вражеского кэрри. Забирают при этом ещё и вышку. Хэстоджо Роттон. Ещё очень радует Эйс то, что купил Аквилу. Аквилу купил, не масочка. Да, да есть же ж. В последнее время мы видим одну маску, которую не хотят апать никак в Аквилу. Ой-ой-ой, как больно вайду здесь. Затаймили очень хорошо свои дизейблы, не дали ему использовать таймволк. Ну и отступят. Ну, честно сказать, я не совсем понял, зачем сюда пришёл Дженосом Фан. У него не было хроносферы. Ой, войд, войд, конечно же. У меня уже Дженосом Фан играет в обеих коллективах. Хэстоджо Роттон. Нижнюю башню сил силы. Хэстоджо Роттон. Зачем он сюда пришёл? У него не было ничего. Не ожидал, наверное, увидеть всех. Просто их бы немного подхватить. То есть подтянуть как-то времени, да, снести вышку. Но в итоге снесли и вышку, и его. Вышку пока ещё нет, но скорее всего снесут. Здесь не собираются дефить уже Империал. Они на центральной линии. Шторм потихонечку пытается восстановить свой Нетворс. Конечно, сильно он просел. Очень неприятно. Хорошее было начало. И пушить крайне неприятно. Вот почему Нага с Котлом настолько сильны. Потому что запушить их очень-очень тяжело. Изначально Котл отпушивает. Потом Нага. Потом Нага вместе с Котлом. Ещё могут взять какой-то Аганим. Разведка иллюзиями. Разведка Котлом с Аганимом. Перетяжка на СК. Три секунды. Подхилил только Року. Он ещё и выживет тут. Да, настакал три Пуррифаинг Флеймса. И там захилл, конечно, очень жёсткий. Почему не кастанул Форчен Сент? То ли не дотягивался, то ли в кулдауне уже был. Неприятный момент для Оракула. Вот это на самом деле на Оракле очень сильно подбешивает. Когда ты вот так вот не добиваешь врага. И с каждым разом всё больше и больше его сидишь. Да, наверное. Что на своей сопоявляется Клеймор? А, Шэдо Блэйдер решил начать, наверное. Такой Дроу Рейнджер-Ниндзя будет у нас. Будет бегать, искать каких-то саппортов на Агу. Со Штармом бегать. Бэбби Кнэд улетает домой. Есть Трвала. Ой, Трвала. Арканы? Арканы, да. Ну, всё равно, так себе у него дела. Всё. По-прежнему у него 0-2. И самый высокий Нетворс на четвёртой позиции идёт. И как-то все Империалы засели в лесах. Или они смог хотят сделать. Да, они сделали, уже смог. Только Эс остаётся в лесах. Он дофармливает свой Шэдо Блэйд. Ему остаётся не так уж и много до этого Шэдо Блэйда. Ноя, Бэби Найт и Райз идут в атаку. Не совсем понятно, куда они идут в атаку. Наверное, под купол Вайда хотят снизу что-то сделать. Но это можно было, наверное, без Смака делать. Ну, да. Ребят, вы прошли только что по своему лесу. Ставится купол на СК. Там ещё Рубик своровал Хрона, по-моему. Да. Ставит ответ, но СК всё равно умирает. Конечно, раньше Рубик мог бы поставить Хрона на Хрона, и Войт бы ничего не смог делать, но... Войт бы смог бы на его команду мог поставить. Ну, да. Так он и сделал. Просто в своё время Войт, по-моему, во вражеской хроносфере тоже стоял. Но в своё время сделали патч, в котором изменили механику, и Войту теперь всё равно чая-то хроносфера. Он чувствует в ней себя одинаково хорошо. Поэтому пришлось так ставить немножечко в угол. Ну, хорошая хроносфера была ответная. Просто дэмэджа слишком много уже успели влить. Так, лимб у нас укатывается на цепочке. Здесь Хастаджо Роттан. Не знаю, чего Хастаджо Роттан так боятся. У него ничего нет абсолютно. Это Войт без купола в начале игры. Может, думают, что он не один. Кто-то ещё там придёт на деф. Ну, они правы. Здесь есть кто-то ещё. Но от этого не особо легче. ТП вниз идёт дефить у нас. Тимбер. Но, по-моему, он тут ничего не задефит. Так, ещё ТП от Рубика. Напугались тут Империал. Или... Да, напугались. Просто отходят. Но сюда все Альянсы, кроме Лоды, само собой, потянулись немного. На нижней руне побегали. Как-то очень боятся друг друга команды. Вроде стягиваются небольшими силами. И на самом деле могли и Империал додавить, и Лайонс могли додавить вышку. Но все друг друга боятся, отступают. Лоди же это только на руку. Из-за того, что никаких стычек нету, он спокойно фармит свой Радианс. У него всё не так прям. Хорошо, 1900 голды. Третий по Нетворсу. Конечно, отстаёт от дровки. Ну и надо Империалам как-то успокаивать его, останавливать. Сходить, как-то загонгать. Просто с маке даже можно под Саленс. Траксы. Потому что если он купится в Радианс, то придётся тяжко на таких ранних этапах. Пока нет ничего у Траксы на спид. А пока что всё к этому идёт. Потому что Тракса купил себе Shadow Blade. И Аганим плюс Мьёльнер появятся у неё очень-очень нескоро. У Лода же 2100. Даже 2200. Уже есть такой хороший фарма-билд. Фарма-скилл-билд. Фарма-итем-билд. Абсолютно без труда. Ну и потихоньку ломают. Тракса, вышки все ограничивают. Места для фарма. Лоды. Если ещё и на топе сломают Т2 и как-то поставят там вижн, то совсем тяжко ему придётся. Но пока не хотят они спешить с Т2 вышками. Может какой-то... Ага, тут смоук от Альянцев. Ну непонятно куда, правда. Там ещё ответный смоук от Империал и по-моему... Она пошла встать. Да, все бежье. Ищут Нагу. А Нага в очень интересном месте. Её призывает в Киперов Зелайт. Но все пропали с карты. Лода пошла фармить чужие леса. Но Империал пошли на топ. Не уверен, конечно, что им хватит смелости пойти на этот Т2 Тауэр. Чтобы прям сломать его. Довольно-таки опасно. Альянсы всё-таки не слабые. И нет инфы там ПСК. Может у него вот-вот Даггер появится. Выходит из Смока прямо на Варде. В Инвизе Лимб. Лимб тоже выходит из Инвиза. Ну и ничего не произошло. Просто мы пронаблюдали как минуту. Больше всего Вардов поставил Райз. Ошибочка номер один. ЕГМ отдыхает, прохлаждается. Ну да. Тысяча голды, ничего не покупает. Он, видимо, выходит в какой-то... Пытается выйти в агоним, может, не спеша. И вот блинку СК. Ну а теперь поопаснее Сенкинг становится. Восьмой уровень у него есть. Ну и Лимб добивает свой. Блудстоун. Так, а у Штарма у нас 5-100. У него похуже немного дела. Тоже Блудстоун, но ещё не добивает. Ещё пока что вот только-только деньги на соулбустер. Взял себе соулринг. Баби Найт. Ну слишком пассивно действует Империал. Они, видимо, собираются тянуть прямо совсем в лейт, где Тракса будет с иллюзиями справляться на ура. Ну им плевать, походу, на эту нагу, они просто хотят. Выглядит это именно так, как будто им плевать на нагу. Так и есть. Там 2-900 у лоды. Ну на 20-й минуте Родианс это не так прям сильно, если бы он купил минуту на 15-й. Вроде как стоял, он спокойно бил крипов, его никто не трогал, а так поздно покупает этот сагрид. Непонятно почему. Плохо крипов бил. Ну может быть, что-то не так пошло у лоды здесь. Вспоминается игра Alliance, с кем же они играли. По-моему, это было на эпицентре с командой Ньюби, когда Alliance отдали Ньюби Алхимика и пошли также играть с ним в лейт. И в итоге там была какая-то нереальная заруба, где с Ларк Alliance бегал сотни дополнительной ловкости и все равно ничего не мог сделать с Алхимиком, потому что тот понакупил Аганима всей своей команде. Вот здесь как бы для Imperial чем-то подобным не повернулась игра, когда они отпускают Нагу и как бы дровка не старалась, все равно Нага потом их засплитит. Ну как правило, эти игры с Нагой зажимают эту команду с Нагой, Нага кидает свои иллюзии, она там левел 12 имеет на 40-й минуте, спамят, конечно, они дефят, но всю карту фармить могут Imperial при этом. За Мальта 2 вообще безнаказанно, никто их не дефил. Странно. Если уже понимают, что слишком пассивная игра, нужно что-то сделать в этой игре. Если соперник вообще ничего не защищает, почему бы не пойти и не поломать? Alliance пытаются сделать выход в миде на Хеста Джо Роттона. Если что, ну, Альянсы очень много бегают, вообще без толку не фармят, ничего не делают. Тимбер обгонял Штурма на тысячу где-то, а теперь Штурм его догнал и обогнал на 500 голды еще, пока он все бегал. А у кого были дефуза, мне показалось? У Вайдам. А, у Вайдам, мне показалось, у Наги я уж... Нет, рановато пока что. Ну, да, согласен, что Alliance бегают очень-очень много и очень мало за это получают. Ну что, будет ли... Так он накинет на себя. Вообще, он даже не завязал False Promise, он просто фейт-эдиктом все это выдел. Это так просто. Понятно, что рассчитывал СК в этой ситуации. И Хастаджерот, он прыгает. Крона по двоим? Нет, не по двоим. Реакция. Ну, зато Крона оставил. Все равно килл сделали хоть какой-то. Погоня за ЭГМом, но ЭГМ просто убегает. Делает тэп-аут. Хороший фраг получился. И как-то Alliance потратили тонну времени впустую. Они нашли единственного Оракла за 5 минут. Они вкастовали в него весь магический дэмэдж. Он отэвейдил все фейт-эдиктом. Как просто. И как гениально. И счет 5-6. Да. Начало было в этой игре, конечно, поинтересней. Но я в инвизе. Находит Юна Сумфана. Дает станчик. Здесь же Бэби Найт. Бэби Найт. А Вижен где? А Вижен не нужен. Но, кстати, Юна Сумфана сейчас убьют. Но тут еще котел подошел. Там лода как бы не убила этого шторма. Шторм. Это будет очень неприятный фраг. Ханскин своровал стать ременом. Так Слип нажми на лоде. Сильмопсы. Нет. Слип не нужен. Просто бежит. Причем он левел 11. Там не такой большой кулдаун. Все равно зажал. Бэби Найт. Бэби Найт уходит от Тимбера. При этом продолжается драка. Подцепили Ханскина. Минус Ханскин. Уже готов диффуз. Первый зарядник использован. Лоду жадина. Они бы убили Бэби Кнайт. Это был бы очень важный килл. Да. Это Скандинавы. Дания против Швеции. Вот так примерно выглядит этот матч. Такой спокойный. Нордический. Так. Тут у нас выход на лимпов. Ну и что? А что ему сделает дровка? Какой-то сомнительный выход. Подходит Оракл. Но Оракл тоже не самый хороший герой. Хотя Сайланд начинает бить. Наваливает, наваливает, наваливает. Так Суицид. Да, Суицид сделал. Видимо не на стакана была броня. И Тимбера здесь забрали. За счет того, что не было изначально армора. Айс его хорошо пробил. Красавчик Айс. Ну с бластоны. Еще и Т2 можно сломать. Тут вряд ли кто-то сможет дефить. И ГМ не в позиции. На фоне других мне очень нравится, как действует Эйс в этой игре. На фоне вчерашнего себя. Бегает, убивает кого-то, пушит вышки. Делает хоть что-то полезное. Ну и в принципе его команда тоже неплохо смотрится. Шторм уже взял себе Бладстоун. Очень неплохо зафармился. Все-таки Шторму нужно было как-то догонять. Как-то отмечал. Тимбер был с ним наравне. И даже опережал его. А сейчас уже 1000 преимуществ у Шторма. Ну им нужно занимать фражеский лес. Дофармливать артчит Шторму. И он сможет соло бегать, убивать эту нагу. И Лоде будет очень тяжело. Дон сейчас плюс один герой. Он может бегать, убивать. Радианс готов на 20. Ты прямо... Вот с таймингом Радианса ты не ошибся. Ну один Радианс на 20. Это ему еще монту надо купить, чтобы его не убивали. Но очень долго фармить придется. Знаешь, такими темпами вполне возможно, что Эйс успеет себе вынести какой-нибудь Аганим и Мьёльнир. Хотя он пока что не особо торопится. И, по-моему, это хорошее решение. То есть то, что он вынес Шадоу Блейд, ему здесь уже это окупилось. Вчерашний ферст айтемом Аганим на Кура смотрелся гораздо хуже. Очень медленно разгонял он эту дровку. Дэмэджем было мало. Здесь же и дэмэдж есть, какая-то мобильность, какие-то киллы дополнительные. Восемь бустонов у нас у Лимпа. Ну он не сделал. Хочет, наверное, трвала купить себе. Наверное, да. Тут очень тяжело будет фармить, потому что Лода будет себе забирать все линии, все леса. Пытаться, по крайней мере. А все остальные герои будут бомжевать. Так, ну и в принципе уже наступает тот момент, когда те, кого мы отправили в магазин или там что-то себе приготовить, должны вернуться. И как я вам обещал, 20 минут прошло. Ну, учитывая драфт там уже даже больше. Ничего не произошло. У нас 7-6, абсолютно равная игра. Какое-то преимущество есть, но, честно сказать, этого преимущества не особо заметно. И покупает, а гоним себе драфт. Все-таки это... Нападение на СК какое-то. Хроносфера. Подходит драфт. Делает сайланс. Ну, это минус СК. Очень много дэмэджа, слип. Вот сейчас он не зажал, конечно. А теперь здесь будет драк на развороте. И не успевают помочь. Много дэмэджа зайдет в Эйса. Эйс, нет у него инвиза. Эйса забирают. Переагрессировали здесь Империал. Пытается сбить телепорт, но не избивает, конечно. Хотя бы Войт выжил. Так, а Лода сделал килл, да? Вот это вот очень хорошо для Лоды. Да, Лода забрал. Дроу Рейнджер. Много голды дали. Глубоковато зашли, по-моему, забыли. Игроки Империал, что их тоже можно убивать. Такие охотники, которые попали в собственную ловушку. Ханскиен полетел за ним шторм. На всю ману ворвался с аркан руной. И забирает. Очень хорошая игра здесь от Бэби Найта. 13 бустонов, половина есть арчидо. На развороте продолжает мессить. И сейчас еще и в лимфа. Но этого тяжело будет взять. Без тракции. Да, без дроу Рейнджер, конечно. Куда-то загулял, по-моему. Брайс немного. Ну, живет. Получает стан. Нужно накидывать на себя килл. Киллов не накидал, умирает. Пытается на развороте разобраться с ЭГМ. Не получается. Здесь же Кастаджо Роттан. У Кастаджо Роттана есть диффуза. Он может... Крона бы. Он диффузит себя. Снимает плайн. Но здесь же Нага Сирена так же с миссами. Заходит Сенкинг. Не кастует эпицентр. Минус войд. Там еще и Шторм без мана убегает. Тут всех можно убивать. Поймали Ноя. Тут пришел Эйс. Вот сейчас как бы Эйс не нафидил лишнего. Нет, просто отбились. Какой неприятный конвейер получился здесь у команды Империал. Ну, вовремя остановили этот конвейер. Отдали только двоих. Денайд. Еще тушь. Да, в разденайл. Он все-таки Аганим себе купил, кстати. Да, купил себе Аганим. Ну, и правильно сделал иллюзию убивать. Надо будет и линии быстрее толкать как-то. Баби Найт был близок. Ну что, в итоге 2 в 1 поменялись. Забрали изначально Рубика, но потеряли Вайда, потеряли Оракла. Что у нас у Лоды нового? У кого? На Наге. У Лоды. Гем. И Яшу еще купил. Гем и Яша. При этом сам ЕГМ пока что далеко от Аганима. Ну, естественно, он купил гем за 900. Ну, что-то появляется у Лоды потихонечку, потихонечку. Очень неприятная была драка для Империал из-за того, что дровки не просто не было в драке, она была в таверне. То есть она даже не давала баф своей аурой. Вот этот вот 59 демеджа. Да надо было им убивать Рубика и уходить уже оттуда. Не знаю, куда они начали дальше там давить на этого тимбера. Такое ощущение, что забываются и как-то слишком сильно агрессируют. И этого тоже. И этого тоже, да. И следующего. Ой, а теперь меня. Причем Шторм на фулману влетал на этого Рубика и дальше он биться вообще не мог. Смог. Надо идти во вражеский лес, ставить там как можно больше вижна, можно даже весь вижн втыкать во вражеский лес. И что, Ханскина будут убивать? Ловить там. Но Ханскин, по-моему, не тот, кто нужен. Не тот, кто нужен. А другого нету. Хотя бы Ханскина убить. Хотя сюда смещается Лода. Вот Лода это уже вариант поинтереснее. Заходит Эйс, но его может увидеть Лода. Есть гем. Нет, просто все сидят боятся. Нижнюю башню сил света атакуют. Да, действительно, Эйс был топовой нету. Здесь правдивый оказался прогноз. 25 минут в игре уже прошло. Ничего себе. 9-9 счет и... И ничего не происходит. Ничего не происходит совершенно. Можно Медасики брать всем империалам. Спокойно сидеть, ждать. Формить. Но они как-то самительно пошли в смоке. Не решились пойти во вражеский лес. Напугались чего-то непонятно. Так они отпускают Лоду очень сильно. Там он уже сейчас Монту купит с Монтой. Его убить будет очень и очень тяжело. Почти нереально. А тут ответка от Альянцев. В смоке. С ума он идет в Лоды. Подкапывают у нас кого-то там. Ною подкапывают. Огар впитывает дэмэдж. Огар получает False Promise. Пытается уйти. Ставится отличная. Отличная крона по-троим. Но стоит, наверное, сначала убить котла. Убить Лоду. Притягивает Лоду и... Слим нажмет. Да, в Глиммере отличная игра от Ханскин. Успел спрятать своего кэри. Нужно отступать. Использует Арканы. Убегает как можно дальше. Полетит ли за ним Шторм? Шторм летит. Не особо далеко убегает. Бэбекнайт там Форстап еще отличный от Фанна. Ханскин копает. Кого копает Ханскин? Он хотел как-то укопаться, наверное, подальше. Но не очень у него это получилось. Копает клад, видимо. Просто в земле пытался порыться. Бегут дальше, но это уже очень далеко. Никого они тут не догонят. Ханскин. Прячет себя в Глиммер. Отличная игра от Ханскина. Его Глиммер зарешал. Если бы не Глиммер, Лоду, скорее всего, смогли убить. Да кто знает. Там Сальниса-то уже не было, на самом деле. Вообще да. И, скорее всего, из-за миссов не смогли убить эту Нагу. Потому что вроде бы как... Ну, в хроносфере ее же должно быть видно. Даже в Глиммере. Но по ней как-то мало дэмэджа Дроу Рейнджер наносило. Хотя у Дроу Рейнджер, в принципе, не так много дэмэджа. У нее 300 урона для дровки. Это не предел, скажем так. Если бы это был не агоним, какой-то дэмэджащий айтем. Вот если возьмет Мьёльнир, то там уже за счет вот этой магии будет... Он что-то себе купил, кстати, тысяча за две. Думаю, что это... Да, да, так и есть. Ну, все по стандарту. Ничего нового. Никто ничего не придумывает. По-моему, кто-то тут загуливает немного. Нет. Зачем он сюда прибежал вообще? Я понимаю, там вард поставил бы какой-то. Выгуливал коня, может быть. 15 бластонов у нас у Бэйбек Найта. Встает с колен. Ну, знаешь, он так неплохо уже встал с колен. Статистика 3-2-2. Кстати, у Дроу Рейнджер тоже было 3-2-2. Так, и пытается кого-то найти. Ну, никого не находят. Коктейлайенс очень неплохо доджит здесь. Все. Лода и Нага Сирена. Сколько лет? Сколько зим? Этому герою в руках этого игрока. Ну, может, пора уже мид идти, тогда уже забирать. У нас никого не нашли. Да, очень много иллюзий здесь идет. Просто наплыв настоящий от Наги Сирены. Там будет крипскип, но... А, Тракса у нас далековато, чтобы вышку ломать. Ну, а Тракса занимается чем-то интересным. Фармит со своим Мейлштромом Аганимом. Достаточно быстро забирает эншентов. Фарм хороший уже и дэмэдж хороший. Вот, учитывая эти молнии дополнительные, в драке будет гораздо приятнее. На самом деле, дают очень много даже не Мьёльнера, а сам Мейлштром. С Аганимом. Ну, ей много чего еще нужно. Чтобы драться, ей нужно БКБ от Слипа Наги. Нужно МКБ. Ну, или хотя бы БКБ даже. БКБ хватило бы вместо Аквила. Ну, МКБ потом, когда БКБ заканчивается, чтобы не месать. И плюс дополнительный дэмэдж. Все-таки никто не отменял. То, что урон с руки здесь нужен. С Ладмирса подхиливается. Ну, они как-то слишком все Империал сжато как-то играют. Бегают себе в пятером. Надо им по активнее сплетить. А то так и будут бегать с толпой. Много теряют экспы и денег. Котл у нас выходит, наверное, в Аганим. Есть только Огрер Клаб первый. Ну, он уже очень давно выходит. Но из-за того, что купил кем для Наги Сирены. Я хочу посмотреть, как там параллельно сыграли Нави, пока у нас здесь. Так, ну, вот, вот. Пошла сразу драка. Находит Эйса. Эйс. Делает личку Шадоу Блейда. Перевызывает сюда. Нагуй, какая шарносфера! Ну, не хватит дэмэджа. Там взлетает еще Шторм. Да ладно, неужели убьют Лоду? Убивают Лоду. Отлично, убивают гем. Потеряли, конечно, они Траксу, но... Это отличный размен. Это очень хороший размен. Забирают Нагу и забирают самое главное. Гем. Гем это очень хорошее сейчас подспорье для того, чтобы захватить еще лучше контроль над картой. Конечно, против Наги это сделать тяжеловато. Но самое главное у Наги не будет Гема. И Нага 40 секунд в таверне. Вряд ли ее получится развести на байбэк. Без дровки здесь пушить неся. Можно Рошана пытаться развести. Без Траксы тоже такой. Но есть Войн. Нет, они могли убить его. Свой дом с Владмиром. Но что-то не хотят. А Эггиз для Шторма очень пригодился бы им. Сан Кинг сидит у нас в кустиках. Может быть попытаются сейчас Бобби Найт как-то забрать. Но они смогут его забрать, если он подставится. Но нет, он с его оба уходит. Все нормально. Не подставляется. 2500 голды у него еще в кармане. Надеюсь, он купит что-то полезное, не как вчера на ОД. Вот это как-то он немного птиханул. Да, тут Сан Кинг рядом. Сан Кинг копает, но слишком далеко. Он так нафидит. Нет, вроде улетает. Да, там очень далеко. Ну и что, будет делать Блаторн себе Шторм? Блаторн на эту Трустрайк по цели, которую фокусишь. Ну конечно, но у Наги там манта все-таки. Она будет ее нажимать и Блаторн ходит. Мне кажется, тем более у Блаторна кулдаун меньше. Мне кажется, тут получше зашел бы Хекс какой-то. Чтобы на Верочку. Да. Ловить, цеплять эту Нагу, кого-то еще. Вот Хекс. Я тоже о нем подумал, на самом деле. Просто Блаторн, чем приятнее Арчида, то что кулдауна меньше. То есть да, манты скидывается, но ты можешь успеть где-то в драке его второй раз завязать. С другой стороны, как правило, если Нага с себя успевает скинуть Сайланс, ну все. Можно, конечно, взять Блаторн и в купол закидывать в Нагу. И стопроцентный ДПС будет по ней. Но это как пойдет, если купол не попадет по ней. Эх, а когда-то в куполе давался Вайду Трустрайк. Золотые времена. Когда-то. Его столько резали уже, а тут Смолк юзается от Империалов. Две пятьсот у Вайда ничего, пока не хочется. Скан хороший залетает в дровку. Ну, в принципе, она и так выходит. Видели только ее. Да, Смолк пошел дальше. Коттл его не видит, нету здесь Вижена. Сейчас будет встреча. Находит Коттла, ЕГЭ. Его бьют так, без какого-либо. Блаторн готов. Даже так решил, но... Приятно, он достаточно дешевый. То есть заградить Блаторн из... Ну, как сказать дешевый. Тысяча и Кристаллис. Ну, то есть три тысячи. Это не так много. Хекс брать, это шесть тысяч. То есть это в два раза больше денег. Думаю, что Хекс может появиться. Ну, да. Просто он еще дает маны. Ман Регена, что мы так необходим. Думаю, что появится все равно здесь Хекс, если игра затянется. Очень приятный артефакт. Как ни крути, контроль здесь решает все. Потому что демеджа уже должно хватать. С такими артами. Ты кидаешь Хекс, сверху Блаторна и просто... У траксы ничего нового не появляется. Вот это не очень хорошо. Все, так же старые айтемы. Два раза подряд он умер. Никого не убил. Пока Б появилось. Я ошибался. Да, он все равно подфармлив. Но это было бы удивительно, что у него ничего не появляется. Учитывая, что... Да, он два раза умер. Но у него все-таки Аганим и Мейлштром. Он очень быстро фармит. Он пачку крипов защищает за пару секунд. Империалам нужно... Вот они отличные варды поставили на топе, на миде. Им Брашана сейчас убить. Против Наги страшновато. Обрешить печить. Ну, там поставить вижены как-то. Но они быстро его убьют. И с Блутторном тем более. Я на сам фан сидит в засаде здесь. Ну, ничего не может сделать абсолютно. Так, там на топе стычка. Убили Ханскина. Шторм молниеносно атакует. Посмотри, куда он улетел. Напугался. Девятнадцатый уровень Бластстоуна. Как поднялся Бэби Найт. Там еще какая-то стычка. Войд. Ловит слипы и все. Апнул диффуза Войд. Не знаю. Уже потратил один заряд. По-моему, те он не все израсходовал. И вот он Рошан от Эйса. Да. Сразу, как только Нага потратил сон. Мне кажется, этого они больше всего боялись. То, что Нага со сном сделает какую-то грязь. У Наги сон в кулдауне сейчас. Бояться абсолютно нечего. Как же больно залетает здесь Огар. Изнасиловал Рошана. Почему он ему не повесил Блутторм? Забрали. И действительно правильно. То, что первый... Ну, единственный вариант, как могли здесь Элайн забрать Рошана первый, это вот подстилить с помощью сна. Но, как мы видим, Империал сделали все очень-очень грамотно. На верочку. Залетает Шторм. Пошел. Так, накинь ему Блутторм. Ты чего? Зачем? Почему? Почему он это делает? Бэби Найт. Бэби Найт. Непонятно. Нечем бы убил его. Ему бы хватило дэмэджа. Ну, есть Юл, типа, он скинул бы себя. Но ты прилетаешь, хватаешь его, к тебе притягиваешь. Кидаешь Блутторм, тебе хватит дэмэджа. Ты там очень много ему... Да, он скинул бы себя, Блоттор. Но так он поднял Шторма и просто улетел. Как-то так. Да. Бэби Найт. Ну, Бэби Найт, видимо, боялся, что он скинет Юл. На самом деле, все равно слишком много дэмэджа залетает. Он бы убил его просто за первую притяжку, если бы накинул Блутторм. Там же Критули. Подпушили очень неплохо Элайенс в верхнюю линию. Сидят здесь в какой-то супер засаде. Нага Сирена вообще во вражеских лесах. Улоды прямо, скажем, для 35-й минуты не так уж... Ну, у него 5000 в кармане. 5000, да. Сейчас что-то докупит себе. Но учитывая, что Нага единственная, кто фармит в команде Элайенс. Но они верят, что он один тут сможет вытащить эту карту на себе, на Наге. Там герои очень приличные для контра этой Наги. 1900 уэйса сверху. Что-то еще? Может, Абли Шедо Блейд? Я думаю, что скоро появится Мьёйнер. Приятно здесь кидать на какого-то... Ну, если сам включит БКБ, на какого-то вайда закинуть. По нему будут проходить тики от Радиэнса. От каких-то еще спилов. И он будет раздавать массу дэмэджа. Либо же кидать на себя. Врыв. Какого-то поймали котла. Он, наконец-то, использовал свой блокторн. СК улетает у нас. 20 зарядов Баби Найта. Тем временем, хроносфера пошла. И избивают... Кого же здесь избивают? Здесь избивают... Тимберсо. Тимберсо заденайлся. Блокинг Бар нажимает Эйс. Ну, Эйс здесь никого не убил. Но был очень близок к тому, чтобы убить Лоду. Вот это новое обновление. Там, когда ставится купол, написано Станнут. И не видно ник, название героя. Непонятно, на кого нападают даже. Кэст Джоротт, он пошел дальше. Как-то тут поспокойнее надо уже быть в Т4 вражке. Будем справедливы, не видно ни черта. Поэтому разглядеть там можно. Только как-то, взглядя на миникарту, и то все сливается. Я увидел просто, как пила Тимберсо. Показалось там, в подмышке у Вайда. На замахе. Так, ну тут ломают Т3 уже. На бараке. Там еще Эйгис, по-моему, есть у Баби Найта. Есть. Он, поэтому он настолько смело действует. И забрать его не так просто. А что дальше? Будут нападать, скорее всего, на Траксу. Сенкинг. Заходит. Там по КБ кулдаун. По КБ кулдаун. Неплохо залетают. Но Фолкс Промис пошел. И Дроу Рейнджер просто нужно раздавать. Нельзя отступать. Она стоит в сетке. Бей же. Бей, Бабин. Бей, Эйс. Бабин Найта тоже бей. Эйс лопается. Райс. Очень мало ХП у него остается. Шторм просто сматывается отсюда. Хест Джо Роттон. Нужно так же убегать. Лода под Дилейшином. Ну и здесь очень тяжело будет Вайда уйти. Хотя он мансует. Неплохо. Спрыгивает вниз. След за ним идет Ханскин. Но нету маны. Нечем подцепить. Каст Джо Роттон. Умирает. Да. Зачем они вообще пошли ХГ? Если там кулдаун на БКБшке. Без БКБ тут вообще делать нечего. Очень много фидит у нас. Эйс. Да. Вот Бабин Найт не потерял даже Аегис. Его там практически никто не трогал. И он очень мобильный. Купил себе Ультимейт Орб. Я ставлю на то, что это будет Хекс. Ну конечно. Вряд ли это будет Линкин. Хотя может конечно и Линкин. Но для Шторма не особо актуально. Он все равно перемещается с помощью Ремнентов. Блаторн. Пошел. Хороший дэмэдж заливает в Тимбер. А Тимбер поднимает себя. Но вот что происходит теперь? Взрывается на Ремненте. Идет дальше. Догонять. Ага. Лотус Орб. Минус Аегис. Ну Аегис все равно выпадал. Поэтому нормальный развлек здесь. Просто сот освободил. Вот это он перелетел. То есть Шторм уже пролетает фактически вот такую область на фуллману. 20 зарядов. А это еще не предел. 2700. Что-то купил. По-моему это Линка. Это Линка. Бэйби Найт умеет покупать великолепные айтмы. Слушай, а это же он на ОД Линку и Октарин варил, да? Да, это был он. Красавчик. Наш человек. Чтобы взять Хекс. Он покупает Линку. Учитесь. Учитесь, ребята. Во всех пабликах страны. Воид. Воид. ОД вместе с Октаринкором и Линкенсферой в любой игре. Лучшие артефакты. Ну и здесь Шторм. Да, конечно, странный выбор. Что здесь... Что вообще по идее здесь ему с этой Линкой делать? Монолик. Монолик он не боится Монолик. Он летает. И Монолик на полет, насколько я знаю, не должен действовать. Или действует. Да, мне кажется нет. Он же неуязвим во время полета. Ну да, он как-то только на передвижение должен, на перемещение на какие-то действует. Телекинас Рубика, чтобы вообще не подцепить. Но опять же, это для Шторма не очень страшно. Он не такой хлипкий, чтобы его за этот Телекинас... Он у него не будет дэмэджа хватать. Взял бы Хекс, было бы это намного лучше. ИС уже с Мьёльниром. Вешает на крипов. О, Эншенты, стаки какие-то. Приятно. Как же он быстро их фармит. Хороший дэмэдж уже. 350. На самом деле, всё равно для дровки не так много. Ну вот под Владмирсом у неё под 400, но всё равно меньше 400. Для такой минуты... Именно в одну цель не так много. С другой стороны, сплэш там, конечно, дичайший. Если это можно назвать сплэшем. Такой псевдо-сплэш. Это как-то по-другому называлось. В Варкрафте, я не помню уже. Во всяких ТДшках. Хроносфера на Лоду. Как же ты здесь оказался. Лода и Лоду... Сайлансет. Лоду убивают. Минус гем. Лода, есть байбэк. Воид, воид. Наверное, байбэк ещё будет. Дальше продолжает Тракцан. Резает очень сильно Йонасом Фану. Минус даблкил. Как же, много молний там залетело. По-моему, сразу несколько в Йонасом Фану. А где у нас шторм вообще? А шторма в этой драке, по-моему, не было. Он только принудил. Пришёл после. Мне кажется, да. Хотя там был какой-то эффект Сайланса на Наге. Байбэк от Наги. Тут влетает Бэбик Найт. Просто так со страху на себя накинул Йул. Лимб. Ну, на байбэк хотя бы развели. Хоть что-то. А Игис надо следующий ещё взять. Совершенно. 4200 Уэйса. Очень много он нафармил в этой драке. Он там убил всех крипов. Убил, по-моему... Да, двух героев. И 4600. Что возьмёт? Лотусор берёт себе Тимберсо, чтобы дополнительно снимать с себя неприятные вещи. МКБ будет от Эйса? Или что-то... МКБ вместо чего? Вместо Шидоу Блейда? Ну, можно доагрейдить Пику, конечно. Он себе Пику, да, берёт. Пика получше выглядит. Ну да, учитывая, что слоты заканчиваются и уже... Выкидывать... Действительно, в этом Айтем Билде ничего не хочется выкидывать. Ну, ему надо будет брать Трвела, вместо ПТ-хи. Брать Моншард. Съедать. Трвела можно попозже. Потому что он никогда тут ТП не носит. ТП что-то и некуда. Бегать фарминг тупо. 42 минуты, 18-13. Преимущество по золоту у Империал достаточно суровое. Но, честно сказать, игра пока ещё каким-то концом не пахнет. Какой-то концовочкой. Я хочу зачекать результат параллельного матча. Я как только просто начинаю это делать, начинается драка у нас. Это, знаешь... Ага, ты специально так чекаешь, да? Верная примета, да. Пусть ты начался файт. Ну и, кстати говоря, вот что-то подпушили, подпушили. Альянсы зажали себя на базе, побаиваются. Конечно, ТОП они там поджали. Сама Аль-Т2 поставили два ворта. Агрессивно. Красных цифр из этой иллюзии вылетает. Нави 1-5. От Финнам, видимо, оказались не по зубам. Видимо, не по зубам. Смок от Империал. Внезапный. Непонятно, правда, для чего. Ох. Если сейчас хорошо поймают, могут... СК у нас без байбека, насколько я понимаю. Санкинг. Есть лодос. Вот так не возьмешь. Тут дальше Шторм. Поднимают вьюл. Шторм тут ворвался. Отличная хроносфера. Опять лода в хрона. Если лода, он без байбека. Это можно ломать все. Там БКБшку нажимает. Нажимает, что от Рокса? Минус Рубик. ЕГМ убьют. Минус ЕГМ. Байбек от Рубика. Но он абсолютно ничего не... Значит, минус СК. Это минус 4 и нечем дефить. Это минус низ, это минус мид. Я думаю, что можно вполне идти в трон. Или это минус лимб еще. Врывается. Ханскен получает диффуз. С байбека. Ханскен. Минус Ханскен. Остается один только лимб. Все лимба. Достаточно хорошая победа, Imperial. Да, кстати говоря, ты прямо вот только не угадал с вардами. Совсем... ЕГМ. Да я не знаю, как он хотел Аганим себе вынести в эту игре. Ему фармить вообще негде. Покупал бы варды и не выделывался. Только предсказание испортил. Негодяй. А что мы там еще предсказали? Я что-то забыл. Рошана. Рошана, Траксу и что еще? Топовый Нетворс и Шторм. Что-то Шторм сделал.